Говорить девушке о своих слабостях, есть вареники без сметаны и делить на ноль. Все это категорически делать нельзя. Но если с первыми двумя все понятно, то почему запрещают делить на ноль? И почему это так проблематично? Давайте разбираться. Что такое деление? Что такое 12 поделить на 3? 3. Один из вариантов определения деления в целых числах с остатком. Сколько раз надо вычесть из 12 троек, чтобы дойти до нуля? 4. А значит мы можем заключить, что 12 на 3 равно 4. Теперь 1 делить на ноль. Сколько надо отнять из единички нулей, чтобы получить ноль? Вот мы отнимаем и отнимаем. К нулю не приближается. А само количество нулей стремится к бесконечности. Что не дает никакого ответа. Давайте посмотрим с другой стороны. Если мы будем единичку не сразу делить на ноль, а на число близкое к нулю. И постепенно его будем уменьшать до нуля. Тогда ответ будет увеличиваться и стремиться к бесконечности. А значит ответ все-таки бесконечность? Самая главная проблема в том, что если мы заменим единицу на двоечку, в нашем примере, тогда конечное утверждение будет таким же. А значит 1 равно 2. Получаем противоречие. Но это еще не вся проблема. А если мы будем также делить единицу, но на числа, которые приближаются к нулю с отрицательной стороны, теперь решение будет стремиться к отрицательной бесконечности. Общее и глобальное противоречие при делении на ноль таково, что если вы признаете тот факт, что можно делить на ноль, значит вы признаете, что все числа равны, а бесконечность это то же самое, что минус бесконечность, что полностью разрушает изначальный фундамент всей математики. Но зато все ответы на ЕГЭ у всех были бы правильны. А пока это не ввели и вам необходима подготовка, обращайтесь за помощью в поиске качественного репетитора ко мне по ссылке внизу. И как всегда, спасибо за просмотр.